привет друзья и сегодня у нас можно сказать заключительная четвертая часть урока посвященная нашему футболисту чемпионат мира уже закончился от гремели фанфары поздравили победителей и мы так сказать завершение всего этого дела доделаем нашего красавчика который у нас уже радует на протяжении минимум трех недель поэтому мы трудились мы старались мы наконец-то его сделаем нам понадобится красные 160 и белые 160 если вы помните из предыдущего урока мы его пока так номинально прикрепили ручки ему наметили теперь нам нужно сделать ему маечку маечку полноценно будем выплетать который футболчик так надуем сначала это на три с половиной качочка красные шедем очки так как у нас голова должна крепиться мы будем плотненько вокруг головы делать колечко это будет наша основа с для колечко нам понадобится минимум четыре а лучше наверное шесть шариков сразу на 6 мы сделаем 6 и разойдемся в разные стороны футболки дело тоже непростое но мы обязательно с ней справимся как я уже говорила мы будем делать все основательно как положено для больших фигур смотрите у меня будет 6 шдм и мне нужно чтобы они легли прям плотно плотно вокруг шеи я так примерно смотрю так на три части делим какие пузырика должно хватить делаем опять вот такие заготовочки я вам плотно плотно то что надо потерпите чуть-чуть дружище сейчас мы тебя закрепим нам очень важно поправить шары таким образом чтобы вот это вот место да как бы плечики у нас шла шедем очка одна целиком так у нас там с вами полосочки поэтому мы будем делать по-особенному значит плечика у нас рукавчик у нас наверно будет где-нибудь здесь на тут начнется рукав должна быть ширина плеч у мальчиков и с другой стороны также теперь нам нужно надуть белые 200 160 мы вот так вот пропустим их я думаю должно получиться даже наверно 1 достаточно у нас там прям три полоски не получится ну две полосочки мы сделаем чтобы было максимально похож сейчас делаем одну посмотрим как у нас цепляемся вот за этот пузырик и вот такого же примерно размера прокладываем три наверно у нас три неплохо знаете что мы сделаем два чуть побольше но 23 будет слишком много один будет мало поэтому мы сделаем такой подлиннее пузырик еще раз пузырик сюда и еще раз такой же пузырик то есть если туда поближе давайте рассмотрим пузырик пинчик и туда же такой как бы погон да мы получается сделали чтобы у нас все это хорошо крепилось я сейчас провожу пузырь вот сюда который не будет видно это вот мой технический пузырь скажем так соединю соединю вот сюда чтобы у нас ничего не убегала опущу пузырик вот с этим пузырем чтобы у нас здесь не убегала никуда да и верну обратно в плечо сейчас мы более подробно посмотрим на другой руке у нас получились такие две полосочки нам это было необходимо во первых мы еще лучше руку закрепили таким образом во вторых у нас здесь ничего никуда не убежит и все будет прекрасно держаться сейчас мы с другой стороны сделаем также это я даже пока лопать не буду я думаю что мы его там это кстати часто делаю плиту плиту раз там что-то остается и она там не мешает и место под него есть я его там оставляю и плиту дальше во-первых лишних действий не нужно делать а во-вторых надежно ничего не обрезано все хорошо все целое ну если будет мешать уберем убрать всегда можно может быть он еще пригодится смотрите я беру белый шедем и вкручиваю его вот в этот пузырь который у шеи теперь я прокладываю пузырик да вот этот довольно длинный и откладываю печь и второй примерно такой же пузырь и к концу плеча его подсоединяю далее я делаю те же самые движения и возвращаюсь обратно получается делаю вторую сторону пузырик, пинчик, пузырик и соединяю сюда получился вот такой вот гуляющий погон он прям гуляющий потому что туда-сюда ходит поэтому чтобы он не убегал я сейчас вот этот пузырь прокладываю вот сюда к плечу просто на глаз чтобы он у меня уселся там мне нужно чтобы у меня там оттуда шло теперь я возвращаюсь пузырик примерно сантиметра наверное 2-3 креплюсь к одному погону затем я этой же шедемкой вернусь вот сюда то есть соединю погоны между собой и опущусь обратно в подмышку получается только соединяю я их под красной шедемкой а там у меня тоже небольшой пузырик прям совсем небольшой мне их надо стянуть и возвращаюсь обратно у нас получилось что с одной что с другой стороны такое хорошее плечо и смотрите у нас с одной стороны получилось раз два три четыре пять шесть семь восемь и с другой стороны восемь то есть у нас по кругу будет шестнадцать шедемочек здесь вот единственное что мне нужно будет сделать центр ну сейчас разберемся а у меня вот есть надо еще пока мы делаем рукава то есть нам нужны дырки под рукава я буду плести только с одной стороны потом только с другой стороны затем мы уже подцепимся к рукавам и сделаем то что нам нужно то есть сейчас моя задача с обоих сторон это нарастить в тех местах где не хватает шаров это у нас два места с одной стороны и два места с другой ой даже не два а три четыре получается вот сюда еще один идет вот сюда красный тоже и вот сюда и с другой стороны так же и вот сюда ну а теперь давайте ему сплетем первый рядочек здесь у нас пока будут одни пинчи я делаю пузырь делаю пузырик большой потому что у нас здесь через одну идет больше чем обычно здесь делаю уже обычный маленький пузырик и прокладываю шедем туда причем я эту шедем поведу туда и там ее закончу здесь делаем пузырик побольше дабы выровняться здесь поменьше тут у нас ляжет воротничок поэтому вот это место у нас закроется а воротничок закончится на следующем ряду в конце я сразу делаю пинчик и к нему закрепляюсь так как у нас еще пойдет рукав отдельно поэтому я эту шедемку убираю ее же цепляю обратно вот я ее подцепила и пошла следующий ряд уже идет все ровненько может быть слегка на уменьшение ну и то не сильно здесь можно будет в принципе стянуть как раз следующий рядок нет здесь наверно да так как у нас это самая широкая часть футболки дальше она пойдет на сужение поэтому нам здесь шедем слишком много вот у нас вот здесь потом добавится рядочек бачок но нам вот здесь нужно проложить воротничок поэтому мы их соединим и но проблем то есть и мы откладываем одинаковые пузырики соединяем между собой и откладываем пинчик а тот шедем который у нас длиннее надо было здесь пинчик взял запомнила ладно сейчас добавить его так как я забыла сделать пинчик сделать его сейчас я делаю пинч и туда его утапливаю креплюсь опять вокруг него же идем следующий ряд у нас рука довольно большая поэтому еще рядочка 23 точно наверно вот такой у нас получается торсик теперь нам нужно сделать все то же самое только сзади также примерно уменьшить и минимум такое же количество рядов хотя знаете я здесь наверное сейчас сразу еще рядочек добавлю лучше здесь их не хватает на для рукава слишком мало здесь я уже ничего не уменьшаю просто продолжаю так сказать в том же духе у нас получается наша футболочка давайте теперь перейдем к другой стороне что у нас здесь здесь у нас красивая прическа сейчас будет не менее красивая футболка также делаем большой пузырик сначала затем обычный затем опять большой здесь я уже ничего мешать не буду потому что это спина она пойдет у нас ровная теперь давайте посмотрим помещается ли наша рука в рукав прям да ну и нормально значит по четыре стороны по четыре пинчика с каждой стороны мы нарастили мы знаете что мы сейчас здесь просто добавим еще один пузырик добавим еще один пузырик мы сделаем пузырик пинчик и подсоединяемся нашим здесь тогда уже посвободнее получается здесь также давайте сейчас по кругу пройдемся хотя бы пару рядочков а затем спокойненько сделаем рукава когда он у нас более-менее встанет то сейчас у нас идет пока вниз к рукавам приступим чуть-чуть позже сейчас подсоединим что нам не хватает получается минимум надо штучки четыре мы готовы идти дальше откладываем пузырь и давайте пару кружочков пройдемся если дело пузырик побольше здесь поменьше потому что у меня немножко вот так вот пошла на чтобы ее выровнять я немножко пузырями сейчас это сделаю вот смотрите вот этот пузырь у меня идет поменьше этот побольше потому что здесь образовалась дуга чтобы это выровнять если с первого ряда не выровнятся со второго точно и вот эти вот пузырики я буду уменьшать в следующем ряду я их соединю как вот здесь и с этой стороны тоже то есть мы сделаем их меньшее количество то что их слишком много они к низу придут очень мелкими они нам такие не нужны а жаде еду просто ровненько слегка уменьшая рядочки чтобы они были чуть-чуть поменьше и поаккуратнее здесь наверно тоже уберу потому что много уже иначе горб будет пока нормально еще пару рядочков как я говорил этот ряд я сейчас буду сокращать здесь тоже ну вот уже совсем другое дело у нас и голова лучше стало она немножко выводу здесь еще станет воротничок но посмотрите на самом деле да вот у нас когда зафиксируется вокруг талии все наши боли станет все будет хорошо нам нужно показать что у нас есть плечики для этого мы сейчас вот так вот сделаем колечки ручки у нас и так нужной позе свой плечики рукава думаю одно говорю другое так хорошему немножко получится немножко не так как у них на форме потому что нам нужно это не страшно смотрите я возьму вот сюда направляющий нам необходим а то иначе у нас будет совсем пока начнем с одного него так прокладываю пузырик цепляюсь пинчику и соединяем другому пинчику затем опять пинчик пузырик здесь вот уже нет следующее так следующий мы пустим красный белый а потом уже красный теперь мы пустим белую полосочку я пока его оставлю мы его потом на второе плечико здесь это уже пустим и последний вид из этих же шаров мы пустим а ну тут у меня уже есть принципе ой надо было его оставить ну ладно вечно куда-то спешу так здесь нужно закончить здесь нужно закончить деталька большая хорошая шинелка затем проходим до конца заканчиваем футболку мы практически готов мы вкручиваем сего сюда в центр и как я говорила да что мы проложим здесь воротничок во первых он зафиксирует нашу голову чтобы он не падал во вторых у нас такой воротник должен быть вот сейчас я кручусь интересного пока делать не будем плетем по кругу пока не упремся в шорты нам нужно сплести ниже шорт буквально вот на один рядок чтобы вот в этом месте да где у нас первый ряд заканчивается закончилась футболка нам нужно сделать небольшую талию так как у нас футболисты все-таки стройная и затем на расширение как раз у нас так и получается сейчас мы больше уже ничего не уменьшаем у нас здесь уже достаточно узко просто идем одинаково и концу наверное слегка расширимся а там посмотрим мне показалось что немножко длинноватая футболка получается спереди пропорционально смотрится довольно хорошо а вот сзади футболка получится очень длинная точнее ее нужно будет наращивать вот чтобы не наращивать флок я слегка наращу шорты я здесь добавлю буквально немножко шаров причем я наверное даже не буду прокладывать делать какие-то пузыри я просто проложу несколько рядочков обычного шарта сейчас покажу смысл какой что у нас с вами футболка должна быть внахлёст вот если бы у нас футболка закончилась прям тут это было бы идеально ну скажем так больше не надо но она у нас тут не закончится она у нас скорее всего закончится то есть вот здесь вот да чтобы внахлёст было здесь мне кажется это слишком длиннее поэтому я немножечко увеличу шорты вот я сейчас вот так вот поднимусь как бы я вкручиваю серединку да вот делаю довольно крупный пузырик и пинчик затем прокладываю просто вокруг мне не надо ничего изобретать накручивать это чисто для места для крепления футболки скажем так да мне вот этой одной шдемки будет вполне себе достаточно мы сократим целый ряд на футболке у нас будет более пропорциональный мальчик то есть буквально вот чуть-чуть исправимся и все и собственно мне здесь до окончания вот нужно будет нахлёст делать только вот на эту шдемку да нужно примерно еще три рядочка даже наверное максимум четыре собственно продолжаем единственно что у меня заканчиваются шары смотрите в таком случае мне заменять все шары это по кругу идти ну скажем так шаров уйдет немерено проще взять четыре шарика да и просто проложить их по кругу то есть мы сейчас с вами меняем плетение если раньше мы плели как бы из шаров шарами же то сейчас я просто буду добавлять новый шарик и новый рядок таким образом у нас все вот эти вот висящие шары которые идут у нас вертикально они останутся прежними а горизонтальные шары будут новые это будет гораздо экономнее я беру шарик у которого самый длинный хвостик в данном случае вот этот да и и откладываю на нем пузырь и пинчик а новым шариком уже буду прокладывать сам рядочек цепляюсь то есть у меня вертикальные пузыри будут все старые а горизонтальные новые мы сделаем ему сейчас более динамичную пузу это рука у него прекрасно ложится именно вот так да он держит мяч рука в принципе нормально сейчас мы ее подцепим так ну и мне хочется ему ручку подтянуть куда-нибудь наверное ближе к голове чтобы он как-то и махал что ли так ну чё наш красавчик практически готов я все практически практически потому что у меня это носа нету нос 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 кону надо срочно сделать но сделаю из душки чтобы был потемнее и перекрыл ой картоска нет тоненький сделать нашла кусочек хороший я сказала в самом первом уроке что мне внешние носики больше нравятся видимо он на меня обиделся и решил сдуться ах тебе внешние больше нравится вот тебе пожалуйста ах тебе внешние больше нравится вот тебе пожалуйста это все таки мальчик ну простит ну извините ну так ну чего футболист наш готов трудились мы над ним долго делали его старательно мучили мучили и наконец-то сделали надеюсь вам этот урок был полезен вы уж извините что мы его сделали таким длинным но делать это гораздо сжатые сроки сложнее поэтому ребят надеюсь что этот опыт был для вас бесценным надеюсь что урок был полезен надеюсь что вам понравилось ну и в общем я рада что вы смотрите рада что вы подписываетесь пока пока до встречи в следующий четверг пока 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 не